Всем привет, я Алексей. Сейчас пару слов о векторных тормозах типа V-brake, как они работают, а также как их настраивать. Показываю на примере передних тормозов. Ну, принцип работы совершенно одинаковый, что у передних, что у задних. Просто на данном велосипеде проще показать через передние тормоза. Зажимая ручку, у нас тяги смещаются к колесу и зажимают обод. Вот так. Как уже неоднократно говорилось, у векторных тормозов проблема в том, что если на колесе восьмерка, качественно тормозить тормоза не будут. Но давайте представим, что у вас нет восьмерки, и вам надо просто их настроить. Все это делается одним шестигранником. Что эти болты, что эти гайки, что этот болт. Значит, какие у нас существуют настройки в векторных тормозах? Нижние две пока не трогаем, я коснусь их чуть позже. Есть болты, которые настраивают колодки, вот они, и есть болты, которые зажимают тросик. Если у вас тормоза плохо тормозят, вам нужно в первую очередь проверить, хватает ли натяжения тросика. То есть, зажимает ли, касаются колодки обода. Если они не касаются обода, вам нужно раскрутить вот этот болт и подтянуть тросик. Есть второй способ, более простой, но одновременно более сложный. На тормозной ручке есть тоже болт, регулирующий натяжение. Вы можете поиграть им. Здесь зависит от того, что вам проще и удобнее сделать. Подтянуть легонько проще вот этим болтом. Сильно подтянуть тросик нужно уже вот этим болтом. Обратите внимание, что когда вы подтягиваете вот этот болт, вот этот болт должен быть чуть-чуть выкручен, чтобы если вы вдруг внизу перетянете, здесь вы могли просто закрутить и убрать длину, выдать как бы. Ну хорошо, давайте представим, что у вас все хорошо с длиной тросика, но колодки почему-то задевают колесо во время кручения. Есть большое подозрение, что это происходит от того, что колодка касается покрышки или неправильно касается обода. Что для этого нужно сделать? Ослабить болт, вернее гайку в данном случае. У вас колодка станет подвижной. Обращаем внимание, что колодка внутри тяги может смещаться вверх-вниз в зависимости от каких-то определенных моментов настройки. Дальше мы ставим колодку, как нам кажется, что она должна стоять ровно. Обратите внимание, что в момент затягивания колодка чуть-чуть уходит вниз. И затягиваем сильно, но держа пальцами снизу и сверху прижимая ее, чтобы колодка в момент затягивания гайки не сместилась, потому что если ее не держать, она будет смещаться. Вот мы видим, что колодка совсем чуть-чуть в данном случае уходит вниз в момент нажатия ручки, но при этом она полностью прилегает по всей длине на обод. Давайте представим ситуацию, что у вас по каким-то причинам колодка слишком сильно уходит и торможение ненормально происходит. Значит, у вас стерлись колодки, вам нужно либо их заменить, либо, если нет возможности заменить, выдать немножечко длину. Как это делается? Вы ослабляете тросик, вынимаете его из специального держателя, он у вас расслабляется. После этого раскручиваете болт, полностью снимаете его. Вот он у вас выпадает и также есть специальные здесь гаечки. Потом аккуратненько снимаете колодочку. Берете одну из тех гаечек, которая была с наружной стороны, перемещаете ее во внутреннюю сторону, ставите колодку на место, ставите оставшиеся гайки на внешнюю сторону и снова затягиваете колодку. Таким образом колодка подвинется к ободу и будет тормозить, если вы вдруг в какой-то поездке у вас сотрутся колодки и надо будет доехать до какой-нибудь магазина, где их купить. Это один из таких способов перемещения колодок. В данном случае я надевать обратно рулевую не буду, потому что колодки новые, я просто не смогу это сделать. Еще пару слов о настройках. Вот этот болт, он держит тягу на гайке, на штырьке. То есть выкрутив этот болт, вы снимете тягу. Это вам нужно только в том случае, если вы хотите поменять вот эту часть. Вот этот винт под отвертку, он служит для того, чтобы жесткость пружины регулировать. Это нужно для того, чтобы во время торможения, насколько сильно у вас возвращается тяга в обратную, в исходную позицию. Собственно говоря, больше никаких настроек здесь не нужно. Все максимально просто регулируется и настраивается. Но еще раз напоминаю, что это делается при колесе без восьмерок. Если у вас есть восьмерки, то, блин, тут надо выправлять восьмерки, потому что нормально векторные тормоза не тормозят без восьмерок. А также еще нужно понимать, что в мокрую погоду и в грязную, вам нужны либо специальные колодки дорогие, картриджные, либо не кататься, потому что нормально векторные тормоза вот с такими колодками, дешевыми, родными. Ну, не будут они тормозить в мокрую и грязную погоду. Ну, я Алексей. Надеюсь, выпуск вам поможет в ремонте вашего железного друга. Подписываемся на канал, рассказываем друзьям, ставим лайки, заказываем рекламу. Бай! Субтитры сделал DimaTorzok